продолжим создавать наш интернет-магазин да ну или любое другое вы приложение неважно значит у меня есть одна идея принципе для сайта по-быстрому она не очень подходит но в любом случае дополнительно я хотел рассказать ее значит смотрите мы используем по умолчанию bootstrap так как mvc и висию по умолчанию использует bootstrap вот здесь вот w root лип мы видим что у нас используется bootstrap русские стиле они подключаются файлики layout вот здесь наверху мы можем сделать дополнительное расширение добавить она называется boots watch boots watch com например boots watch com он дает нам возможность сделать любые из этих стилей то есть вы подключаете стандартный bootstrap и плюс добавляете к нему например boots watch так я допустим зайду вот сюда найдем ссылочку где boots watch загружается open new tab скопируем и добавим вот сюда например данном случае у нас стиле подгрузится из сайта да то есть не из нашей папки как вот первом случае а из сайта обновим страницу и видим что у нас тема поменялась единственное здесь не меняется вот например меню дело в том что там определенные классы которые не совсем подходят для у таких вот расширений до который быстро использует например там есть класс background white вот dark текст например да то есть он как бы заставляет текст стать черным неважно какая вы какой у вас стиль и здесь где-то стоит background white то есть почему он белый да вот background white поэтому лучше всего использовать стиле например вот отсюда то есть допустим мы берем копируем не знаю вот например этот вариант берем и копируем отсюда весь navbar и у нас получается как бы черный такой стиль а если мы с вами допустим закомментируем dark watch то мы ну какой-то другой стандартный стиль например да появляется тоже кстати черный ну давайте посмотрим вот это сильно пример также откроем ссылку найдем где используется этот так он открылся меня не понял еще раз open a new tab вот откроем вот черный все равно надо будет поменять какой-нибудь этот вариант допустим заменим вот теперь у нас ну красный цвет ой то есть черный цвет так я вернул до стиле теперь посмотрим новый вот пожалуйста красный цвет то есть таким образом можем постоянно менять да но нам нужно будет обязательно брать эти ну отсюда из bus bus watch всякие штуки допустим возьмем карточки здесь есть карточки до обычные стандартные карточки там даже не знаю отсюда так будете пока верну назад так как у нас здесь используются встроенные контролы до откроем home и вот таким вот образом я впихну так единственно надо будет добавить div так как мы используем bootstrap таким вот образом да и добавим еще колонку вот так вот и вот эту часть посмотрим что у нас получилось в общем сначала так вот у нас карточка данном случае у нас нету фотографии нам нужно будет фотографию добавить да то есть у нас есть обычная карта карт хэдер карт хэдер див как имя чё там возьмем имя чё так откроем лором ипсон то есть это сайт для генерации фотографии да вот этот мне больше нравится вариант вот такой вот вариант да единственное что наверно надо будет все таки вот так вот делать вот так лучше так то есть мы вот как бы добавили с вами карту еще раз посмотрим значит layout у нас здесь не сохраненный файл а я его сохраню чтобы вернуть старую версию да ну карточек обратите внимание что вот как раз таки и меню на сейчас криво да показывает а вот карточку уже ну красиво то есть она уже под черный стиль подстраивается да поэтому я пожалуй буду продолжать наверное верстать используя boots watch а потом переделаем меню сейчас давайте уменьшим картинку здесь 100 получается на 300 давайте сделаем 200 на 200 чтобы было поменьше да вот такой вариант например у нас товар какой-нибудь да продается допустим и здесь нам нужно будет сделать какой-нибудь специальный фор я специально не говорю про razor да как он там работает это вся ерундовина потому что у нас сайт по быстрому ну-ка вы смотрите перестали стиль отображаться цветными д точнее стиля элементы перестали цветными отображаться я перезапущу этот файл так вот не очень красиво да получается потому что у нас тут к вам стоит к вам давайте сделаем калун 4d вот теперь получше у нас теперь есть как бы некие товары а еще такой момент так как у но я специально рендом поставил сюда да у нас же есть и точнее ой выведем здесь различную цифру до 0 до 10 чтобы были разные картинки вот собственно все вот у нас как бы уже мы сверстали товары я думаю что в элка можно убрать она не нужно да вот отсюда удалим ну и раз пошла жара я предлагаю все-таки заменить этот вот вот это меню да на что-то на что-то из будь вот так давайте здесь значит возьмем так как у нас цвета больше менялись вот на этом варианте да давайте отсюда и возьмем так единственное что у нас здесь есть всякие встроенные control и даже не контрол атрибут или их нужно будет скопировать во первых здесь используется паршал также мы видим на бренда вот так вот скопируем отсюда и добавим отсюда потом что у нас my store ладно тоже скопируем здесь какой-то баттон того баттон его тоже надо будет так они все нормально в принципе здесь нет никаких ссылок до таких встроенных здесь все то же самое миду рель рейзер ских рейзеров ских атрибутов типа вот таких паршал нейн тогда на бар коллапс вот у пока сюда впихнем так вот далее у нас здесь есть два элемента таких вот так вот home я удалю тоже все выпадающие списки всякие удалю то есть переведу к виду как вот здесь да вот здесь все всего две ссылки да у нас и соответственно просто заменю эти атрибуты так то есть принципе я привел до привел вот этот вид катана в бар старый да я к новому как бы привел то есть вот эти всякие атрибуты перевел туда давайте теперь может быть закомментируем чтобы проверить что получилось так ну вот более-менее уже единственное что у нас вот влево ушли до вот этих low потому что они вот здесь правильно да логин пошел нам нужно посмотреть что у нас находится в этом файлики логин пошел вот у нас логин пошел и мы видим что у нас тоже да здесь нужно заменить как бы некоторые штуки сохраняем так по принципу вот этих вот ссылок так давайте пока у суда сюда выведем так вот тут на самом деле ну да здесь даже проще сюда принципе этим можно было не заниматься до оставить как есть у нас же сайт по-быстрому ну не знаю нафига это делаю время только теряю так я наверно уберу есть текст дарк так как нету вот уже получше здесь тоже текст дарк уберем и вот почему она не уходит вправо может быть потому что здесь вот маржин авто стоит по-быстрому добавим посмотрим какие-то ерунда получилось ладно может быть пока сделаем float right так секунду а я понял почему я понял почему нам нужно будет вот это в конец поставить наверное так проще будет чем ерундой страдать вот так и в принципе все да то есть у нас теперь более менее адекватно единственно что мне не нравится что карточки наверху до стоят теперь это можно кстати удалить опять-таки сайт по-быстрому уже даем мы чувствуем что не совсем по-быстрому конечно получается ну ладно оставим такую возможность будьте знать что можно поменять любую тему это будет более гибкий вариант тем более что это делается проще чем допустим там же не знаем чем вручную все переписывать мы просто меняем здесь любые да как бы стиле и у нас появляется красота здесь вот у нас получается контейнер главный да и я просто хочу отступа добавить контейнер попробуем здесь маржин топ 3 добавить так мне больше нравится ну собственно пока все можно вы попробовать перейти наш личный кабинет мы видим что некоторые ссылки кстати грамотно отображаются то есть нам не придется до меня что-то вот мы видим что туда же кнопочки вот какой-то общий стиль имеют на главной странице у нас уже есть какие-то товары условные давайте отсюда скопируем стиле и для так на будущее добавим выход сюда вот дополнительно вот так вот например за комментируем один из стилей а теперь у нас как бы красный да такой вариант аудио синие остались цвета ну ладно это в принципе нет не критично мы будем как бы уже использовать будет watch когда будем делать следующие карточки там и так далее давайте посмотрим еще какой-нибудь прикольный стиль я вообще темный люблю стиле я как-то привык изначально у меня глаза как-то страдали не очень удобно было с черным стилем работать но движу студия на черный если заметили да а потом привык и прямо теперь не могу мне очень рад тем более что есть эти всякие деструктивные тела которые плавают в глазах вы знаете люди которые очень много у которых плохое зрение амиопия и все такое есть такие такая проблема как деструктивные тела я в яблоке глазном то есть мы видим такие мушки так называемые да их вообще лечат есть специальная процедура витриолисис называется но довольно тоже такая неприятная с одной стороны процедура не лазером их выжигают вот но тем менее на темной среде я не вижу эти мушки да а вот когда смотрю на белой среде у меня сразу вижу эти дурацкие мушки но пройдет карантин надо будет все-таки сделать это витриолис из себя давайте еще вот эти возьмем также возьмем эту ссылку здесь откроем вообще название вроде есть какие-то до их можно по идее заменять их можно кстати автоматически заменять и будет довольно крутая тема то есть можно будет например в админке сделать возможность менять вот эти темы да ну будет довольно забавно ну что ж в принципе я думаю пока все один сады будет цену еще добавить нет перейдем опять на индексную страницу где у нас тут header допустим не знаю там какая-нибудь ерундовина у нас будет 30000 руб да например стоить да емое так вот 30000 руб уже неплохо да единственно что я вам может быть чуть побольше сделал ну ладно пока пускай будет так текстов с такие вот цены да у нас будут и болт сделать бы еще болт если текст выйдет какой-нибудь не туда значит придется делать через б так вот пожирнее сделаем так но все пока на этом все смотрите следующий урок пока